всем привет дорогие друзья с вами россии вы на канале роли game онлайн и это первое надеюсь не последнее видео по игре battle war saga трое не мог я пройти мимо этой игры я очень ее ждал хотя принципе никогда не являлся профессионалом или особо умелым игроком серию вообще игр от этого но был за мной такой замечен грешок да я так тихонечко поигрывал не всегда получалось конечно но по крайней мере это очень нравится на игра вышла 13 числа то бишь вчера ее можно было получить бесплатно в течение 24 часов с момента выпада в epic store не знаю возможно ли это еще будет момент выхода этого видео но в общем на шарунку можно было получить даже не в моем любимом магазине по цене интернета а вот именно официально я хочу попробовать поиграть в компанию вместе с вами за к примеру тут у нас есть выбор ну соответственно донайцы или троянцы мы будем против тех кто защищает трое мы будем пытаться захватить значит у нас есть племя ахейцев фракция в те ахиллес военачальник мир бедеонцев быстро ахиллес легендарный герой илиады и предводитель мир медаян величайший воин в истории старта условия середние так царь 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 меккен агамемном подготовка к троянской войне набегает обороты боговидный агамемном собирает множество разновидных ахийских кланов чтобы выступить единым фронтом из терястица земли знаменитую трою лёгенько это у нас дальше одиссей правители таки хитроумный одиссей правители таки блестящий политик надежный советник ахийских царей на войне он предпочитает действовать хитростью он не грубой силы стартовое условие сложно и минилай царь спарты пусть не молодой царь минилай и зенит его уже славы позади но он полон решимости вернуть елену в спарту и ничто его не остановит стартовое условие среднем ребятки за их леса возможно когда нибудь играем потом я хочу попробовать поиграть за спарту заменила я соответственно и поэтому посмотрим что мы предлагаем так стартовое условие среднее условия победы я немножко посмотрел на ютубе что очень модно победа по гомеру поэтому что тут у нас выполните все эпические задания вашего героя выполнен 0 из 12 следующие фракции должны быть уничтожены или приняты в союз гектор троянский парис троянский то я заполучить елену получить власть на двумя поселениями включая следующие твои и нос но в тотальной победе там разрабить захватить убить в общем по гомеру возьмем сложность компании учитывая что в принципе я не сильно крутой игрок и если вы кого-то играли и очень сильно шарить и в серии потолвар пожалуйста пишите свои комментарии помогите разобраться может хотя было бы наверное более правильный сначала самому без записи пройти потом чтобы научиться стать профессионалами или там относительно более-менее нормальным игроком для того чтобы вложить видео или выкладывать или вылаживать не столь важно я хочу все же с вами как бы получить опыт вместе с вами на то есть я никогда это не делал не играл на поэтому давайте чтобы вам было более менее интереснее я выберу высокую сложность как компании так и боя значит что наше преимущество по фракциям призыв к оружию заключив другой фракции оборонительный или военный союз вы можете нанимать на службы и и отряды далее есть только призыв к оружию позволяет нанимать отряда где бы не находилась ваша армия на сбор отрядов нанятых посредством призыва к оружию уходит больше ходов понятно спартанские колонии вы можете моментально колонизировать разрушенное поселение в поле зрения не прибегая к отправке туда армии колонизация поселений стоит ресурсов далекие разрушенные поселения требует больше ресурсов для канализации канализации колонизации соответственно армии рекомендованный стиль игры войско менилая это сочетание грозной пехоты тяжелой брони и метких пасчиков способно нанести упреждающий удар по противнику значит герои которые мы можем нанимать для понимания сразу же стрелок застрельщик у нас недоступен защитник страж закаленный в боях копьяносец способен противостоять мощного нецкого врага защитник спутник сильный и быстрый копьяносец оказывающий поддержку самым отрядом защитник ветеран выносливый воин в совершенстве владеющих копьем боец заступник мечник способен как атаковать так и защищаться боец разоритель мечник мило рассеивающий боевое построение противника боец завоеватель мечник который нанесет смертоносный удар невзирая на никакие препятствия военачальник наставник не только командир но и опытный правитель военачальник полководец повышает эффективность отряда в бою военачальник подстрекатель крепляет дружественные отряды и оставляет врага и так уникальные отряды нашей фракции первое легкие бегуны с копьями значит класс пехоты легкие щиты может меняются оружие пробивание брони быстро ноги самое главное что быстро ноги есть если нам будет давать и мы сможем быстренько si bye соответует уже хорошо заступник став выступники стопорами тяжелая пехота натиск пробивания бронет превосходное пробивание брони но ведь Certificate Hero הת с топорами, пехота с топорами и щитами, класс тяжелый, пробивание брони и первоходное, а превосходный, броня и щиты, пробивание брони. Итак, славный Менелай, царь Спарты, был младшим братом Микийского царя Агамемнона и мужем Елены Прекрасной. Когда Парис соблазнил и похитил Елену, Менелай вступил в союз, возглавляемый его братом, и отправился на другой берег Игейского моря, обуриваемый жаждой мести. К началу Троянской войны лучшие дни боевой славы Менелай уже были позади, но храбрый воин все еще внушал врагам страх и трепет. Как и все спартанцы, он предпочитал хитрости и грубую силу. На поле боя он облачался в тяжелой доспехе и выражался большим копьем. Согласно Илиаде, он одолел Париса в поединке и лишь вмешательство Афродиты спасло Троянского царевича от неминуемой смерти. Грозный военачальник был не чужд милосердия и кровопролитие было для него лишь средством достижения цели. По возможности он выбирал другой путь. Значит он у нас породистый, скажем так. Сын Атрея и Ариопы. Преданность новых героев плюс 2, влияние плюс 4 этот регион. Ну что ж, вернем Елену, ребятки. Поехали. Владыки Олимпа создали нас себе на потеху? Или мы выдумали их, чтобы винить в нашей собственной глупости? Владыки Олимпа создали нас. Я сейчас в доме. Ты имеешь вовремя, брат. Я вернусь к тебе. Брат, я могу бороться! Пойдем, искать защиту. Будет много бороться вперед. Менелай жаждет мести. И его брат пойдет на Трою войной. Того и желают боги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Внем ли славный Менелай? Герзкий Парис Троянский Царевич Похитил твою супругу. Парис Трои должен платить! Агамемнон, царь златообильных Микен, станет твоим союзником. Трои думает, что меня слабит, но они платят цену. Но есть и другие заботы, которые требуют твоего внимания. В Этиде вспыхнул мятеж. Некий самозванец провозгласил себя ее правителем. К югу от Этиды могучий Теринф захватил остров Кеферу, закрыв дорогу к несметным сокровищам Крита. Собери все свое войско. Напомни обожателям Елены о клятве данные тендарию и отправляйся на войну с вероломным царевичем Трои. Что ж, ребят, напомним всем, все напомним, сейчас всех поставим на место. Давайте для начала рассмотрим, кто у нас в окне есть. Будем учиться как бы вместе с вами сразу. Так, тут окей, значит, игрой процесс. Спартанские колонии, это мы все читали. Нам неинтересно. Победить врага. Цели. Разгромить в бою армию, продлевающую фракции спартанские аристократы и претенденты. Описание. Спартанские аристократы и претенденты подным образом перебросили войска к вашим границам и теперь угрожат благосостоянию вашего народа. Скорее выдвиньтесь в темную встречу со своей армией и разбейте их в бою. Армия может защищать родные города, саживать поселения, но это понятно. Значит, награда продовольствия и бронза. Значит, что вот тут у нас есть? Продовольствие. Основной ресурс, необходимый для подготовки и содержания отрядов. Ее можно собрать в поселениях земледельцев. Древесина. Древесина основной ресурс для постройки зданий. Ее можно добывать в лесных поселениях. Камень. Ресурс, необходимый для возведения и улучшений построек. Его можно добыть в поселениях с каменоломней. Бронза. Ресурс, необходимый для содержания и улучшенных отрядов. Ее можно добыть в поселениях с соответствующей кузницей. И золото, самый редкий ресурс Оно используют для постройки особых зданий А также для подготовки и содержания самых лучших войск Его добывают в поселениях с золотым рудником Местонахождение золота разной величины Когда рудник исчерпан, добыча поселения сокращается в 10 раз Куча количества 30, качество количества 30 То есть мы ни крина не получаем Так, цели, царские указы, дипломатия Догревение богов, призыв к оружию и спартанские колонии Так, игровые процессы, это все у нас понятно Так, здесь что? События, герои, агенты, провинции, известные фракции Задания Значит, сейчас у нас есть эпические задания И просто задания у нас пока только просто задания Уведомления Герой Менелай не перемещен Можно взять царский указ Лагдемон можно возвести в постройки Где вообще-то что-то у нас есть Такого интересного по городам наш Значит, Спарта Соответственно Ти Оетилон Текс А что такое, не могу на Спарту попасть Лагдемон, это общая провинция Значит, Спарта Оетилон, Этида и Кефира Так, кстати, Этида мы можем колонизировать Провинция Вражеская армия Повстанцы, спартанцы Так, ну, потом займемся колонизацией По строительству Значит, у нас есть на данный момент Укрепленный город Поле для построений Копьеносцы Блокон с кислотой С топорами И Дома из самана Это прирост для провинций В Атилоне у нас Каменоломня То есть камень добывают Как я понимаю Да Судя по этому зеленому значку Мы можем, наверное, видеть, что это поселение каменьшек Так Так А вот Тегея над нами Это отеление Лесное проселение Это неплохо Можно было бы с ними познакомиться Как бы поближе И Сделать как бы Предложение Которое не смогут отказаться Но это будет потом Так Давайте, значит Пока ничего строить не буду Со строительством Будем разбираться потом Хотя вот ресурсы Подождите Что тут По Атилоне Можно построить По ресурсам Интересненько Интересненько Значит Рудоплавный расход Все ресурсы Плюс 5 Это провинция Квартал строителей Поступление камня Заход Плюс 28 Скорость строительства Всех зданий Минус 1 Влияние В этой провинции Минус 4 Поступление камня Заход Плюс 20 Поступление камня Заход Плюс 25 Бонус За сильное влияние 700 дерева Это стоит Ну смотрите В принципе По логике Если это Каменоломня Значит Давайте То что с камнем Связано То и поставим Может я не прав Ребята Кто в этом игре Уграл Разобрался Подскажите Мне Глупому хлопцу 20 заход 5 25 Ну зато никаких Негативных эффектов Конечно Можно поставить Он Прирост вообще Никакого не будет Давайте пока Вот это поставим На строительство Так дальше Царский указ Царские указы Значит Как я понимаю Это связано У нас С зерном Это связано С камнем Древесина И бронза Камень у нас Страдает Наверное Давайте пока Возьмем камень Это у нас уже Изучено Царское зернохранилище И царская бронза Давайте царский камень 7 ходов Это будет изучаться Добренько Менлай Значит Лаконское Получение Раз Два Нески Боевый дух Легкая пехота Щиты Быстро Могнем Пехота С коп И щитами Легкая пехота Средняя пехота Пехота С ручными топорами И пехота С пращами Ну понятно Это дальний бой Так Хорошо Кого мы можем рекрутировать Значит Призыв к кружбам Мы можем Как я понял Рекрутировать Виды войск Наши союзники Например Их мы не имеем Но мы можем Рекрутировать Что тут нам предлагают Копьеносцы Средняя Слабая атака Перед в рубеж Плохая оборона Значит Я хочу себя За этой стрельщиков Парочку Дальний урон Низкий Но мне кажется Смотрите Если даже Празчики Да Ахейской Празчики Так Атака Дальность Руна от выстрела 21 Дальность 160 Урон от выстрела 30 Дальность 95 Ну Давайте Наверное Вот Их Пропустим На следующем Хайл Изан Будем Напасть Станци Почему Были Нужно Конечно Было Чтобы Нанять Думаю В поселе Лейте Сама Один ход На Не ребята Всех этих Ребята Так придется Вода Поэтому Ну и еще В принципе Мы никуда не спеши Поэтому Можно будет Попробовать Так сделать Два хода Пока Комарберемся Так Царское Распоряжение Сдайте Царский Указ Народ Ждет Продовольствие Плюс 150 Ревесина Плюс 150 Ну Это будет Через 7 Ходов Когда мы Подожди Царский Указ Это другое То есть Получается Господи Запутался Ребят Надо Себуд Посмотреть Повстанцы Пошли в атаку Не дают Нам Здание Так Лучше Главное Здание В любом Поселении Хорошо Налет Начальник Аркад Фракция Спотан С крестик Кратой Брат Симон Подрывает Счасть Хорошо Короче Сам Пришел На активное Действие Лагерем В принципе Мы с тобой Можем Сняться И Дать ему Пиздюлей Как вам Такой Поворот Событий Так Вы напали На спартанских Аристократов Претендентов Регион Спарта Ландшафт Луга Разведка Предварительный Разбор Обзор Поле Боя Лясно Решительная Победа Это есть Авторасчет Но мы будем Сразаться Лич Посмотрим Как у нас Это получится Так Илиада Славься Теперь Величайся Огектор Победу Стижал Ты Зевса И Феба По спешествам Боги Мене Победили Им то легко От меня И доспехи Похитили Боги На тебе Подобное Если бы И двадцать Перед Годи Короче Не буду Читать Ребят Читайте Сами Я В школе Стихи Не Любил Я Прозы Шмоз Еще Тут Читать Не Буду Пресмертные Речи Патрукла Илиада Кстати Напишите В комментариях Кто-то Читал Вообще Есть Любители Творчества Всего Я Я Знаю Что Был Там Ахиллес Было Трое Там Троянский Конь Как бы Все Дела Заехали Там Нахлобучили И Как бы Все Что Я знаю Неподготовленный Я К этой Хрени Спартанские Аристократы Президенты Сейчас Вы Получи По Башке Сейчас Короче Вольнем Этим Дурачком И Пойдем Посмотрим Что там У нас Есть По Дипломатии Как Погода Данова Мил Тухая Негативные Эффекты Отсутствуют Начинаем Бой Начать Бой Эти Ребята Вон Серьезно Три Отряда Вижу Но Их Было Шесть Если Не Ошибаюсь Ладно Выбегаем Короче Выбегаем Стих Бежать Надо Ребята Медленным Шагом Орлы Орлы Наши Пошли Где Наш Главный Орел Он Шагает В конце Он не Просто Он Просто Боится Такой У нас Суровый Мужик Ребят Подскажите Кстати Как Лагает Не Лагает Это Первое Видео На Сынных Настройках Если Нормальненько То Можем Попробовать На Высоке Чтобы Вы Посмотрели Красоту Вряд ли Вы Увидите На Моем Деревянном ПК Но Ничего Очень Кстати Удобно Для меня Нуба Подсказки В плане Того Что Где Запас Здоровья Где Боевый Дух Где Вынослив Где Боезапас Огоны В принципе Появились У нас В Сентринд Вражеские Наконец-то Нужем Че 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 Не Так Не беги Успокойся Так Что тут у нас Но они стоят на месте Они ждут Пока мы выйдем Они кстати Уже Измотанное Почему-то А мои Что Свежие Потому что Мы Не бежим Мы Не спешим А Какой лозунг Я придумал 58 минут Для завершения Нашего Ссанного Побоища Значит Прачники Застрельщики Легкие Мечники Баконское Ополучение Копьеносцы Прощики Застрельщики Короче Легкую Сейчас Ополучение На Ополучение Кинем Такую Устроен Драчку На Срачку Передвигаемся Дальше Ребята Не Стесняемся Бежать Не Нужно Мы Лучше Ускорим Рим Чтоб Это Так Долго Не Затагивалось Но Бежать Мы Не Будем Потому что Усталые Воины Это Уже Не Воины Так По Нам Уже Открыли Огонь Эти Негодяи Эти Подонки Я Сейчас Тоже По Ним Открою Огонь Чтоб Они Не Думали Что Они Очень Играя Пехота Скоп Имею Щитами Периотики Впередики 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 Выдвигаемся Надо будет Закрыть Наших Ребят Вдвоем Бегите Хлобучки Вот 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 Так Понятно Я В принципе Не Прятался Герой С Героем Значит Копейщики Есть Такое Дело Тяжелая Топор С Топорами Своими Ворвете Сейчас В задницу Ворвете Сейчас К ним В задницу В принципе Мы Пашниками Нормально Варяем Вот так Вот Я просто Хочу Чтоб Тяжелая Как бы С топорами Как Ворвались Все И Побежали Вот Наши Ребятки Что-то Они так Слабенько Ворвались Конечно Но Ничего Главный Результат Колебаются Атакованы С тыла Уставшие Наши Там Что-то Вижу Гоняют С копьями Давайте В спину Бросать Этих Дрючков Бейте Этих В спину Наши Прачники Начали Заливать Ближних Своих Минилай Что там Как у тебя Дела Где ты там Красавчик Гонится Гонится За этим Подонком Гонится За этим Подонком Минилай Все Завалили Мы Завалили Мы Товарища Этого Все Наши Занимается Спортом В принципе Закончить Бой Решительная Победа Второй Счет Был Прав Это Был Изи Бризи Я Потерял 29 Они Потеряли 174 321 На 276 Ну В принципе Я считаю Неплохо Прачники 23 Человека Точнее Застрельщика Убили Прачники 8 Плохой Результат Они начали Стрелять Намного Раньше Копейноса 758 Нарубили Топорщики Неплохо Ну Этот Дурачок Только Одного Убил Я считаю Хороший результат Для первой битвы Истинно Вечным Богиням Она Красотой И подобным Пример Идраг Загрузочка Загрузочка 4 минуты 38 секунд Состоянная Битва Хорошее Начало Но Я думаю Будет Такая себе Середина И очень Плохой Конец Не будем Загадывать Для меня Это первое Видео Никогда Раньше Плохо Тот Лавароны Снимал В основном Такая Перегори Замес Вот так Нож в печень Никто не лечит Врешительная Победа Значит Что мы Берем Обменятные Ресурсы Пусть Пройдется Их Кровь Принять Их К себе Давайте Применем К себе Чтоб Побыстрее Восстановить Он Чего Ты Убежал Куда Ты Берешь Дружочек Так Получили Удовольствие Бронзу Заборы Войск Сейчас 7 Битва Спарте Победили Хорошо Враг Убит в бою Наш Прокаркат Убит в бою Хорошо Но он Но он убегает Мы Не дали Давайте Наверное Авторасчет Уже Хватит Как бы За ним Бегать Уже Так Понятно Блядь Я только Узнательность На секундочку Как Переял Я думаю Что я Проиграл Забрать Смотри Они все равно Бегут А нет Это уже Я остался Все Закрыть Хорошо Алекса Уничтожен Спартанские Ростократы Претенденты Шикарненько Так Значится Значится Что я хотел Колонизировать Этиду Это будет Стоить Петод Продовольствия 300 Древесинные 100 Камня Ну Дормально Не считаем Приобретение Города Где он Наши Этида Что тут У нас По ней Обязательно Давайте Сначала Наверное Деревня Земледельцев Построим Потому что Ни Не приносит Во Акче Наша Малая Поселень И Следующая У нас Кефера Вот Она Нужно Будет Туда Потом Сходить Перед Этим Я думаю Давайте Вернемся В Спарту Рекрутируем Себе Немножко Еще Численность Нашего Войска И Пожалуй Надо Будет Завлечить Раны Скажем Так Тарский Указ У нас Уже Он Издается Был Прав Дипломатия На Ютубчике Подсмотрел Что тут Быстро Договор К примеру Договор Ненападения Нам сразу Показываются Все возможные Постные Может Об этом И говорится Вот пример Дружественная Ахиллес Из Фти Давайте С ним Заключим Договор При этом При этом Мы можем Право Прохода И Обмен Только Я Не Хотел Бы Разовая Хотел Бы Постоянной Ну На Время Значит На 10 Ходов У Вас Много Еды На Мало Камня Из Золота Камня Камня Тоже Немного Немного Значит Я предлагаю Вам Я вам Буду Давать 20 Камня А Вы Мне Будете Давать 258 258 Еды В течение 10 Шагов Каждый Каждый Ход А Я Буду Давать По 20 Камня Камень В принципе Я Добываю Так Ну Что Отлично Виняли Наше Соглашение Так Быстро Что Много Воронен Нападение Кнос И Домен Тоже В принципе Парень Такой Неплохой Я Вижу Военный Союз Обратите Правый Проход Значит О Ненападении Что Там Много Дерева Но Мало Так У меня Что Там По Дереву Ну Так Кое Себе Давай На Подольше Я Тебе Буду Я Предлагаю Пускай Кожи 20 А Ты Мне Дерево 250 Ой Ой Дерево Такой Курс 50 Хотя 57 56 57 58 58 Так Я Считаю Отличный Обмен И Заодно Может Быть Правый Проход Можно Сидеть Еще Дерево Можно Подкинуть Хотя Нет Правого Прохода Нахуй Не Надо Мне Покатывая Правого Прохода Есть Такое Дело Так Дальше Соломин Амазонки Ипполит Иркадия Давай С тобой Побазарим Много Дерева Не Хватает Кожи Но Я Кожи Радаю Извини Братан Давай Ты Нам Просто А Давай Ты Нам Просто Даш Просто Даш Дерево Не Знаю Хотя Б 40 Ну Ладно Хорошо Извини Ис 5 Зараза Жадная Вот Так Шикарно Короче Так Вот Потихонечку Смиру По Ниткой Нищему Гондон Сейчас Набьем По Амазонке Вы Общих На Где На 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 Минус 5 Не Хотят Право Прохода Мне Предоставлять Ну Мне Это В Принципе Не Надо А Вот Если Ты Мне Даш А Если Ты Мне Даш Дерево Ну Так Чисто По Братски 43 Вот 43 Дерево Ты Мне Будешь Дать В Течение Пяти Ходов Мы В В Принципе Думаю С Бой А Течение Пяти Ходов Да Да Не Не Хочет Ну Хотя Бы Так Как Нибудь Я Не Знаю Так Благ Благ Хотя То Хорошо Шикарно Возвращаемся Обратно Подумай Зайдем В Спарту И Наберем Себе Хлопчик Через Пять Ходов У нас Будет Уже Издан Указ Пока Мы Посмотрим Что Это Нашего Героя Значит Зов Бога Войны Способность Такая Дальше Ужас Ареса Что нам Он дает Эффекты Можно применить К 1 Урожескому Ужас Ареса Минус 5 Минус 15 Боевого Дух Минус 15 Выносливости Здесь Обстрел Обстрел Натиск Способность Натиск Учки Здоровья Этого Героя Восполнят Эффекты Обстрела И натиск 60% Урон Сквозь Доспехи Отлично Давайте Это Возьмем Подробности Водословные Понятные Снаряжение Пока Есть Щит Минилай И Поиск На этом Пока Все Ребят Было Пробное Видео Если Вам Понравилось Если Вы Хотите Смотреть Дальше Прохождение По Этой Игре Как Так Как Это У Мина Получается Если Вы Уже Играли Пишите Свои Комментарии Вставляйте Ставьте Лайки Спасибо Вам За Просмотр Всем Пока И До Продолжение следует